что мы, по сути, опираемся на такую трехслойную архитектуру любого продукта. Это очень упрощенная версия, естественно, что есть, условно, база данных, которая раньше там писалась на каких-то штуках, которые я даже не знаю. И хорошо, что я не знаю, потому что я не был этим там словлен или искажен. Есть какая-то штука на бэкэнде, которая с этими данными работают и что-то отдает вовне. Это, ну, бизнес-логика такой вот среднего уровня. И вот клиентская часть, по сути, это, там, знаю, форм-фактор, как я это называю. Как знаете, у девайсов есть форм-фактор, квадрат, кирпич. То же самое я представляю себе и у софта тоже. Какая-то клиентская часть, да, это, по сути, точки контакта вашего клиента или, там, пользователя вашего продукта с этой самой бизнес-логикой, которая является, собственно, частью баз данных. Вот. И, соответственно, что сейчас происходит на рынке, что приходят ребята, бодрые, такие, как вы, и начинают пилить крутые решения, основываясь на правильных современных методологиях, которые закрывают, первым, конкретные джобы на каждом из этих уровней. Хотим дать вам в руки такую суперспособность создания такого рода продуктов на трех областях, используя, ну, вот, типа, набор, я называю там очень милым названием зоопарк, и вы тоже, наверное, его используете, решение. И Zirconic, по сути, за счет того, что ты подбираешь решение правильное, быстро закручиваешь свой шурупчик и гвоздь, и, как бы, решаешь что-то дальше. Это повышает очень скорость вывода новой гипотезной реальности, это уменьшает стоимость ошибок, потому что вам не нужно привлекать команду разработки для того, чтобы это забереть. Собрать уже можно практически все, под любой вот из этих кейсов, по сути, есть какие-то инструменты, которые позволяют это делать. Если вы заходили на сайтик под названием nocodelist.co, то вы, наверное, видали, и мы такую тоже штуку делаем, что по каждой категории есть набор инструментов, типа, я зашел сюда, мне нужно было заскрепить как раз вот этот сайт nocodelist для собственных целей, я пошел на, не знаю, там, скрепинг, да, по сути, это тоже же джоба, вот, нашел simple scraper, которым я что-то слышал, создал и спарсил буквально за пару минут. Этот сайт, не обладая там, но кинпетона от слова практически совсем. Эта демократизация всех джобов меня очень сейчас волнует. Это с точки зрения того, что вообще можно построить. Построить можно много чего, заглядывайте в каталог, потом будет там наш, я буду об этом рассказывать. И, по сути, да, чтобы нам научиться это делать, нам нужно забраться в базе данных, понять, какие тулсы использовать там для фронта, какие для бэкэнда. И как раз, ну, как бы понять, что на самом деле, то, что нам говорят, типа, это, чуваки, неделю нам пилить или там какой-то целый спринт, который у многих из вас, возможно, стоит там шестизначные какие-то суммы. Это можно сделать гораздо быстрее, используя тот ст, который у вас есть. Понятно, что, как бы, существует ограничение вот таких инструментов, и мы не стесняемся об этом говорить, несмотря на то, что мы проповедники про это, про эту штуку. Это, во-первых, конечно, безопасность. Это то, что не очень подходит крупным, большим компаниям с большим юридическим и там отделом безопасности. Это то, что там вы каким-то сторонним сервисам доверяете какой-то кусок своей базы. Вот, я думаю, что кто-то с этим что-нибудь придумает обязательно, и появится какой-то инструмент, который позволяет, типа, как-то это обходить, но это вот находится на стороне ребят, которые работают в больших компаниях. Легкость — это проблема многих конструкторов, ну, типа, любой конструктор генерирует довольно много плохого кода, который усложняет работу с продуктом, ну, как бы, естественным образом ухудшает, как бы, его скорость. Но для проверки гипотезы кажется, что это не очень, ну, типа, стильное ограничение. Можно упереться в объемы баз данных, например, там, типа, если у вас какой-то real-time продукт, наверное, там, какие-то, какие-то сторонние такие решения, типа, Airtable, вам не очень подойдут по понятным физическим причинам. Ну, есть ограничения тоже, вот, типа, 50 тысяч строк в Airtable, которые вы можете довольно быстро исчерпать. Не всегда можно кастомизировать дизайн. Такие штук, как Glide, которые, как бы, берут в качестве фокуса скорость на билдинг, по сути, приложения, но не позволяют его сильно кастомизировать. Это тоже временная история, но пока такого нет. Для этого, вместо этого, типа, можно использовать там Tilda, Flow, Bubble, что угодно, что, если бы вам критичен, короче говоря, внешний вид, то там чуть посложнее, подольше, но можно это тоже собрать. Это будет, ну, тоже коллаборативная такая история, в которой могут вязать руками и продукты, и проджекты, и стейкхолдеры. Это, мне кажется, ну, тоже хорошо. Дальше не всегда удается такие продукты маркетировать и масштабировать, вот, потому что они не заточены на конверсии. Я думаю, что вы тоже придумаете, как это обойти. И жонглирование, что, типа, какие-то сервисы появляются новые, вам приходится что-то экспериментировать с ними, собирать вместе с ними. Это непосредственная работа с, ну, неотъемлемая часть безракузерского подхода, такая нейропластичность и жонглирование продуктами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok